Если вы впервые на территории фестиваля болельщиков, а она здесь немаленькая, то бежим к волонтерам, здороваемся с ними. Они уж точно знают, где здесь и что находится. Впереди от нас находится главный экран, где зрители могут посмотреть трансляции матчей. Справа находится культура, культурная зона, где также играют дети и также находится зона питания. Место это прекрасное и люди тоже прекрасные. Каждый готов подсказать, где и что находится. Вот тот самый экран, ради которого сюда и приходит большинство болельщиков, чтобы именно с него наблюдать за охотой игры и болеть за любимую команду. Но у нас сейчас целый час времени до начала матча, поэтому посмотрим, чем можно здесь себя занять. Мы за Португалию. Можно разрисовывать лица, прыгать на батутах, играть и еще здесь удобно сидеть. Много иностранцев. Очень интересно посмотреть, пообщаться с такими людьми, которые приехали в наш город. До кого болеем? Россия! Развлечения здесь не только для детей, но и для взрослых. Обещать, что вот этот вот футбол будет интересен абсолютно всем. Ну что, сыграйте против меня! Да! Раз, два, три. Начинаем! Много всего для детей, просто для окружающих. Любой может накрасить себе лицо бесплатно. А в Москве платно? В Москве платно, да. Серьезно? Сколько рублей стоит? 150 стоит. То есть мы сэкономили 150, 150, 300 рублей? 300 рублей, да. Самая главная особенность нашей площадки среди других, она вся покрыта эко-покрытием, древесной щепой, на которой зрители со всего мира уже привыкли не только стоя просматривать, но и сидеть. Люди приходят с пледами, расстилают и создают такой сидячий портер. Ну а если вы очень сильно устали, то добро пожаловать на зону футбольных пуфиков. Падаем и просто отдыхаем. Альбина Менебаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова